Время березового сока. А знали ли вы, что для сбора этой драгоценной жидкости пригодны только деревья диаметром более 20 сантиметров? Что нужно знать о сборе березового сока и как правильно все сделать? На все вопросы ответит наша гостья. В студии в гостях консультант отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Оксана Петровлевич. Доброе утро. Доброе утро, Оксана. Ну, с самого детства, конечно, это любимая такая затея. И всегда вспоминается, когда ты бежишь мальчишкой, скорее, когда же пойдет этот сок. В этом году можно спрогнозировать, когда же пойдет сок? Традиционным сезоном сбора березового сока является март-апрель. Ну, как видим, в этом году весна оказалась чуть-чуть запоздалой, но со дня на день, я думаю, что сокодвижение начнется и заготовка березового сока будет. Да, уже ждем с нетерпением просто. Ну, погода это то, на что мы повлиять, ну, никак не можем. А вот как правильно и где правильно собирать сок, это уже мы можем точно сегодня узнать у вас. Поэтому расскажите, в каких районах можно это делать и как это делать правильно, чтобы не навредить ни себе, ни березкам? Заготовка березового сока в Республике Беларусь производится во всех районах практически. То есть не запрещено это? Не запрещено нигде, запрета нет на районы. Но при этом заготовка березового сока ведется только в специально отведенных лесных участках. Данные участки определяются специалистами лесхоза. В интернете есть информация, где можно посмотреть? Да, можно посмотреть. На сайте лесхоза они обычно ближе к началу сезона заготовки березового сока, они вывешивают такую информацию, где можно увидеть местонахождение заготовки березового сока. Вообще продажа березового сока производится в любом лесничестве, в любом лесхозе. А именно речь идет о заготовке. Высота просверливания это 30-50 сантиметров от уровня земли. То есть не там, где вам хочется. Количество отверстий зависит от диаметра. Чем толще дерево, тем больше отверстий. Максимальное количество отверстий, допустимых в березе, это 4. 4 отверстия допускаются в дереве, диаметр которого превышает 40 сантиметров. Это основные ограничения. Не сложно соблюдать. А вот еще какие-то, может быть, санитарные нормы, советы вы можете дать? Естественно, сокосборники должны быть чистыми, желательно закрытыми полностью от внешнего воздействия. То есть не просто баночка подвешенная к дереву. Да, да. Чтобы оно было закрыто чем-то, чтобы не было воздействия внешнего. То есть сок, который, например, производится, точнее, собирается для себя, мы же, то есть его же продавать нельзя, правильно? То есть это только в личных целях? Конечно, для собственного потребления, да. Только для собственного потребления. А вот вообще для самих деревьев, для березок, это безопасная процедура? Да, это безопасная процедура. Еще раз повторюсь, что только необходимо соблюдать всю технологию, которая прописана в правилах. Если технология не нарушается, то никакого вреда березе мы не нанесем. Потому что всегда казалось в детстве, что прям березка плачет, и так жалко становилось ее. После окончания сезона проводятся такие мероприятия, как замазывание отверстий этих каналов, срезов, которые нанесены раны, например, садовой мазью. Или, к примеру, живицы, которая содержит 20-25% древесного угля с целью профилактики заболеваний древесины. Поэтому вреда мы не наносим. То есть собрал сок, будь добр, полечи березку. Да, полечи, сделай профилактику. Ну что ж, спасибо вам огромное за ценную информацию. Скоро идем собирать сок. Надеюсь. У нас в гостях была консультант отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Оксана Петрулевич.